Привет, друзья! В современном мире работу бывает получить не так просто, да и дают ее временами совсем не тем, кто ее ждет. Но, несмотря на это, сегодняшняя история точно поднимет вам настроение. Как и любое серьезное учреждение, больница Энварда в Ричмонде, Мельбурн в Австралии, имеет свою службу охраны. Они следят за порядком в помещениях и на окружающей территории. Уже год как у них появился коллега, увидев которого, все расплываются в улыбке. Хотя сам он очень серьезен и не любит сантиментов. Особенно надоедливым может даже заехать по уху. При необходимости быстро передвигается и обязательно обходит всю больницу по периметру. Хотя внутрь заходить не слишком любит. Разве что в самые жаркие дни лета. И не мудрено. Ходить в его одеянии по жаре слишком тяжело. А все начиналось год назад. Каждое утро золотисто-белый красавец появлялся на территории больницы, как по часам. Он встречал прибывающих врачей, которые уже начали привыкать к его знакомой мордашке. Сотрудники решили, что кот без имени – это непорядок, поэтому назвали его Элвудом. Нашлась ему и миска для свежей воды в течение всего дня. Среди тех, кто особенно любит котейку – патологоанатом Шантел Троллип. Она каждое утро с удовольствием здоровалась с ним в течение года. Его вид всегда навевал на нее позитив. Кот считался бездомным, хотя иногда и приходил в ошейнике с колокольчиком. Он любил встречать входящих и выходящих людей еще за воротами учреждения. Однажды Шантел, проходя на работу, заметила изменения, которые подняли ей настроение на весь день. На коте исчез ошейник с колокольчиком, но появилась четырехугольная табличка. Подойдя ближе, врач заметила на бейджике надпись «Элвуд, охранник, Ричмонд». Здесь же по всем правилам размещалась фотография охранника на обороте бейджа – код вызова. Все до малейшего нюанса было официальным, кроме внешнего облика нового охранника. Это настолько развеселило Шантел, что она совершенно забыла о тех неприятностях, с которыми в голове шла на работу. Элвуд сумел завоевать сердца не только врачей, но и отдела безопасности. Он дисциплинированно приходил каждое утро в больницу и обязательно обходил ее территорию или встречал людей у входа. Разве это не функция первоклассного охранника? Выяснилась еще одна интересная деталь – кот был не бездомным. От работы до дома Элвуду было совсем близко. Всего-то перейти дорогу. А еще у него был брат-близнец – Джейк. Но, к сожалению, не такой трудолюбивый. Он больше любил полежать дома кверху пузом. Действительно, дети в одной семье могут быть очень разными. Несмотря на строгий нрав, Элвуд предпочитает действовать без применения физической силы. Увидев нового человека, он внимательно рассматривает его и обращается доброжелательным мяуканьем. Пока еще не нашлось человека, на которого это не возымело бы положительного воздействия. Таким образом, Элвуд поднимает посетителям настроение и все решает мирным путем. Когда в больнице становится меньше людей, он любит подремать на солнышке, слегка отвлечься от дела. История умалчивает о том, оформлен ли Элвуд на официальную зарплату. Но он, как воплощение истинного бескорыстия, работает за добрые отношения и миску еды, при этом находится на работе полный рабочий день. Такое рвение приводит к тому, что его уважают все коллеги и посетители больницы. И начальство, конечно, не оставит его без работы. Если только он сам не найдет более выгодное место. Но это вряд ли. Здесь у него наработан приличный стаж и налаженные отношения. Остается только пожелать Элвуду дальнейшей удачи. Коты – необычные животные. Учитывая современные сложности общения во многих коллективах, таких позитивных сотрудников стоило бы принимать во многие организации и фирмы. На этом все, друзья! Делитесь этой забавной историей, пишите комментарии и ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пока!